Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу о поездке на Блошиный рынок в Салтыковку. Я на месте ничего не снимал. Большинство видео, аудио, написанных текстов, сводится по большому счету к одному. Вау, круто, советские вещи, я там купил такую фигню, сам не знаю что, но очень круто. Я вам скажу, как человек, который ходит постоянно на Блошиный рынок, я тут пропустил три раза, а так я, наверное, в том году я раз 50 был на Блошином рынке за год у себя в городе. Вот, поэтому мне есть сравнить со своим. Я был в Измайлово в позапрошлом году и вот съездил. Ну, из интересного, что там от Курского вокзала идет электричка. Можно на той же электричке, которая идет в Петушки. Ну, для того, кто понимает, о чем я говорю. Ну, разумеется, современные электрички уже не такие, как те, там и сиденья мягкие. Я что-то перепутал время и опоздал. Вот, поэтому я позже ехал. Ну, направление тоже, но электричка не до Петушков была. Вот, ехать можно от Курского вокзала. Есть там еще несколько станций по Москве. Можно, мне было просто пешком дойти до Курского проще и туда сесть и поехать, чем ехать на метро, докуда-то. А так, если ехать на метро, то мы едем, ну, и дешевле получается, от Курского вокзала 90 рублей. Многие ездят с зайцами. Можно взять, допустим, на одну станцию за 30 рублей, там, по-моему, билет. Ну, и проехать дальше. Потому что вот туда ехал, не проверяли. Обратно ехал, проверяли. Ну, там раз так народ, чук, вскочил, перескочил в другой вагон или выскочил, там на следующий доехал. Ну, вот такая вот какая-то тема. Вот, мне не понравилось, если так немножко про железную дорогу. Вот, там, ремонтируют на Курском вокзале, пути меняют, еще что-то. Вот. Часть отменили, часть идет до... Какая-то, или Нижегородская, или Новгородская какая-то... До какой-то станции, то есть, часть до серопа и молота. Вот, соответственно, я сел в литочку, я вышел это. То есть, я говорю, а как мне доехать туда, мне там какая-то сотрудница? А выходи вот сюда, сейчас мы это... Вот, покупай билеты, что-то. Я говорю, а захер нет. Я уже раз заплатил, почему я должен второй раз платить, потом психанул, да пошел пушком. Ну, мне опять же было там 2-3 станции на метро, я прогулялся. Ну, вот такое, то есть, какое-то непонимание. Мне это немножко не понравилось. Вот, сам рынок довольно большой. Ну, у нас, скажем, какой-нибудь жаркий летний день, бывает, и не меньше людей по площади занимают. Вот. Я больше интересуюсь инструментом. Там инструментом человек 10. Вот. По ценам, по ценам... Ну, скажем так, цены приемлемы, но если искать, то в интернете можно купить чуть-чуть дешевле. Я у нескольких спрашивал вещи, то есть, они бывают, допустим, я какие-нибудь параллельные плоскогубцы, лично я продавал по 1000 рублей в интернете, а тут за полторы такие же продают. Ну, наверное, можно чуть-чуть поторговаться было, но тем не менее, я сомневаюсь, чтобы он их по 1000 отдал. Вот, пересылка там, даже если, вот, если так, ну, с людьми не торгуясь, спрашивают, значит, получается, полторы, то даже с пересылкой рублей 300 все равно они выйдут дешевле. Вот. А можно найти поближе, опять же, можно поискать, половить, может быть, и дешевле найти их. Вот. То есть, цены не дешевые, то есть, по инструменту людей мало, и, скажем так, это профессионалы, перекупщики, то есть, у них, да, бывают иногда какие-то вещи, которые у перекупщиков, они не, ну, все невозможно знать, какие-то они могут не знать нюансы, и что-то хорошее может попасть по нормальной цене, но вероятность маленькая. Каких-нибудь вот таких бабушек, дедушек, там, мало, кто вот так притащил свое там, чтобы не валялось, а вот именно у них можно поймать что-то хорошее, по хорошей цене, ну, я думаю, там и перекупщики какие-нибудь это все с утра вылавливают, если оно и есть, то, получается, для меня эта вещь бесполезная. То есть, рынок рассчитан на, скорее, на туристов, на людей, у которых есть деньги, которые сами не знают, что им надо, ну, значит, так вот для рейтинга спонтанных, покупок, он очень хорош, там, допустим, у человека там целый стол латунных, там, бронзовых каких-нибудь вазочек, кувшинчиков, у статуэток, у другого стекла, там, столько же, там, у третьего фарфора, там, у четвертого, еще чего-то. То есть, да, это вот, такого вот много, там, значков много, в Омске такого нету ассортимента, конечно, ну, вот, для, в Омске большая, скажем, барахолка, она, много людей, которые на земле, то есть, и постоянно, непостоянно, ну, вот, такие какие-то полубабушки, дедушки, в которых можно что-то выловить, что они, они не знают, ну, по-нормальному, дешево, чтобы, там, для себя перепродать, то вот здесь, получается, скажем, какого-то совсем редкого антиквариата вы навряд ли там поймаете, а вот что-то такое, да, там, советских времен, какую-нибудь, там, вазочку, кастрюлечку, это можно поймать, опять же, что-то, там, для постоянных покупателей, там, проходил, там, раз один, ну, какой-нибудь подходи, там, знакомый, тот достал ему какое-то украшение, вот, это, жемчуг, золоте, там, что-то, ну, это уже, как говорится, не на веду, оно лежит, а где-то для своих, для понимающих людей, может быть, там, и цена какая-то интересная, ну, вот, я, допустим, не специалист в этом, поэтому для меня, вот, не знаю, как, если я буду жить в Москве, то каждую субботу я туда ездить не буду, потому что смысла нет, ну, и, получается, если не ездить зайцем, то 180 рублей чисто на дорогу, вот, можно там, в принципе, недалеко от краяней станции метро, которая сейчас есть, я не помню, как она называется, вот, там где-то около пяти километров, в принципе, можно пройти пешком за час, ну, знаете, если что-то купил, тащить на себе обратно, вот, хорошо, не какой-нибудь складной велосипед, так что раз, из метро вышел, сел на велосипед, пять километров, там, за десять минут доехал, покатался, если что-то хорошее нашел, вот, большое тяжелое, то, в принципе, можешь, там, в электричку с этим сесть можешь, обратно, так же, на велосипеде и в метро, ну, вот, ну, вот такое, опять же, как я уже сказал, я думаю, и, так, я одним ухом слушаю цены на всякую посуду, в принципе, можно такое же найти и в этом, в интернете и чуть дешевле, то есть, если вы что-то конкретно копите, то, я думаю, вы сможете найти это с большей вероятностью в интернете, там, с доставкой, без доставки найти, вот, ну, интересно, там, несколько человек продавали какие-то моющие средства, средства, какие-то, так, да, где-то упаковка поврежденная, еще какое-то, возможно, оно дешевле, я цены не узнал, но, сами знаете, из-за куска мыла сэкономить 10 рублей на куски мыла и потратить 180 на проезд, ну, как бы, бессмысленно, то есть, да, вот, когда я у себя хожу, я, бывает, там, что-то беру из продуктов, там, непонятно, просроченных, непросроченных, ну, вот, что такое, ну, я беру, там, да, это сэкономки не 10 рублей, ну, или не 10, бывает, как-то я протеин, там, купил за сотку, а такой же свежий продают за 3 тысячи, ну, тем не менее, вот, ну, что-то такое, когда я за одно там раз, ну, да, можно быть, то есть, какие-то вот такие вещи, может быть, когда, ну, вот, сам не знаешь, что хочешь, вот, хочу какую-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь старый какой-нибудь пиджак какой-нибудь поискать, что-то такое вот, ну, опять же, сильно старого я такого не видел, скорее всего, китайщина, какая-то обувь китайская, новая, ну, судя по тому, что у людей там выборы, какого размера, то это значит, ну, это значит, что в магазине можно купить то же самое, может быть, и дешевле, ну, вот, поэтому, то есть, мне не понравилось, и ездить я, вот, скажем так, если даже буду жить в Москве, я туда часто не буду, или вообще не буду, вот, я был в Измайлово, и там, скажем, на земле людей было, скажем, количество людей на земле было больше, таких вот таких бабушек, дедушек, наверное, вот, в Измайлово больше, и там какие-то магазинчиками сделано, то есть, вот, для, опять же, вот таких вот спонтанных покупок, оно лучше, и оно ближе на метро, если там на автомобиле, на велосипеде выездить, ну, то есть, на мой взгляд, я не знаю, там они периодически какие-то есть, какие-то нету, базар, какой-то базар я читал в интернете, что есть, я там приезжал в позапрошлом году, нет там этого базара, то есть, базар есть, но там торгуют овощами, фруктами, плюс там несколько каких-то контейнеров, знаете, там какие-нибудь крышки, веники, там, что-нибудь вот такое, бытовое, там, каких-то китайского, а таких вот нету, вот, поэтому, может, и сейчас уже там нету, я не знаю, есть, нету там, как-то тоже, в Измайлово, старички, ну, вот по инструменту, да, там, конечно, я уже сказал, цены выше, но, с другой стороны, там, можно было рубанок, одинарник, восковский был, был отборник, но некомплектный, я вот что-то цену не спрашивал, вот, у одного было какие-то клещи интересных, еще инструментов, там несколько, вот, параллельные плоскогубцы, сразу двое одного, там, шархебели несколько, артельный, московский шархебель, штампованный, ну, кто знает, тот знает, я просто, сейчас, вот, ключ какой-то, дореволюционный, гаечный, большой такой, какой-то там лавочка, где-то маленькие фрезочки были, сверлышки тоненькие, то есть, вот такой вот найти можно, ну, опять же, да, если вам надо, какой-нибудь сверлышко тоненькое, я вот, либо заказывать в Китае, либо, вот, можно приехать, да, там, купить, установить вам совсем надо, и вы готовы, там, 200 рублей, за него отдать, там, ну, то есть, 280 на проезд, там, сверло, может, полотенник там какой, вот, я цены не знаю, я вопрос, стамесок было, у одного были кованые полукруглые, несколько стамесок, не знаю, насколько хорошие, нехорошие, но тем не менее, как бы, выбор там есть, то есть, если так вот, ну, вам лень что-то где-то мониторить, вы хотите поехать, сразу взять туда, шпунтубель был, но, по-моему, не помню, там, полный комплект, не полный, как минимум, ножей он точно не в коробке, и ножей там, скорее всего, не хватало, разного размера, вот, ножички смотрел, складные, попались, менялись ножик, нет средней части, ложка, вилка, вот, и там тоже, ложка, вилка, средней части нету одного, другого, одна ложка от этого ножа, то есть, вот, скажем, ножички, я там, допустим, не нашел, часов, есть одни часы карманные, которые я хочу, но я как-то не готов пока из них сильно много платить, то есть, я их видел в антикварном магазине, ну, как-то так, я бы и хотел иметь, но не настолько, вот, все бросить, покупать, за любые деньги, вот, то есть, карманных часов я особо там, допустим, не видел, только советские часы, это никакие там, не дремлющий брикет, не прозвонит ему обед, вот, то есть, это, советские часы, молния карманные, я хочу, вот, то есть, часов карманных особо не видел, может, опять же, я плохо глядел, но вроде я всю пробежал, потом я, тут разговаривать особо не с кем, я где-то за час, за полтора, весь его прошел, ну, и, соответственно, если не стоять там возле какой-нибудь там тряпки, не разглядывать, то есть, ну, как бы моя тема инструмент, я больше это, ну, немножко так поглядывал-то на какие-то игрушки, да, там что-то было интересно из старых игрушек, ну, вот, ну, вот такое вот ощущение какого-то или на туристов, либо рассчитанного, ну, даже не на туристов, а на каких-то вот таких вот, людей, склонных к спонтанным покупкам, вот, опять же, человек ходит, поет, то есть, ну, навряд ли я сомневаюсь, что барыги передающиеся, без обид, просто назвал барыги, ну, те, кто постоянно это, что они, ну, не такие огромные деньги, у них, скорее всего, и люди, как правило, умеют считать, они навряд ли дадут музыканту монетку, скорее, это вот именно кто-то, кто приехал, какой-то турист, какие-то вот спартаке, вот, тетенька какая-нибудь, какую-нибудь безделушку купить, раз он ходит, значит, он там что-то зарабатывает с колонкой, вначале не понял, я думал, это какая-то пластинка играет у кого-то, знаете, будет привлечь внимание, вот, какие-то пластинки по 1000 рублей, я не знаю, я, по-моему, рублей по 200, такого типа, может, это что-то редкое, я не оценил просто, ну, по-моему, какая-то, такая же, ну, и не идеальное состояние, вот, и, ну, я бы не взял, потому что, и не видно, она там, ну, она может и не царапана, и не видно, а ключ будет заикаться, если как-то там, и за такую цену, как-то мне кажется, ну, может, я что-то не понимаю в пластинках, может, что-то было редкое, вот, ничего не скажу, то есть, ну, и опять же, не так много этих пластинок было, чтобы, что-то такое, вот, много какими-то овощами, фруктами торгуют там же, но, опять же, такое ощущение, что какие-то дыни там, какие-то полугнилые, не знаю, может, они дешево их отдают, не дешево, то есть, вопрос такой, что бывают там полугнилые, обрезать, типа, и съесть, что-то сильно дешево, знаете, обратил внимание на баклажаны, что-то 100 рублей, у кого-то, у кого-то вроде 80, ну, скажем так, чуть-чуть мягковато, на мой взгляд, я сегодня специально сходил в магазин, купил, я по 99 рублей, там, 90 копеек, по 100 рублей купил для себя, потому что у нас в основном дороже продукты, чем в Москве, вот, поэтому, ну, за 100 рублей какие-то мягче и хуже, где-то брать на базаре, где-то еще и обвешивать, ну, то есть, бессмысленно, вот, ну, не знаю, кто-то берет, раз они торгуют, ну, вот такое вот впечатление, ну, скорее негативное, ну, не сказать, чтобы оно негативное, ну, как торгуют, есть свой покупатель, да, для своего покупателя, это отлично, то есть, если вы, вот, любите что-то, так вот, по дороге, в руках, если его, что-нибудь, и так спонтанно купить, то, да, это для вас, если вы что-то коллекционируете, то вы понимаете, что вам надо, если вы уже, там, шарпатрибы взяли, ну, как правило, в любой коллекции, есть вещи, которые легко купить, а есть какие-то вещи, которые стоят, дорого, которые сложно найти, то тут вы, скорее всего, этого не найдете, то проще искать в интернете, на разных этих площадках, там, вот, ну, вот такой вот, ну, как бы съездить надо было, поэтому, то есть, обычно я жадный, 200 рублей, 180 рублей потратил, ну, как бы прокатился в электричке, в направлении, петушков, посмотрел, ну, посмотреть надо было, то есть, я это сделал, вот, все, надо ли оно вам, решать вам, благодарю за внимание, удачи,